не заводится не так просто романтика умеешь кататься умеет толкать глаза зарубал за 3 моя девченко печаль моя долл короче столкнулся с такой проблемой ехал начал ощущать что короче как бы заканчивается топлива но к резерву там еще в принципе очень далеко это я знаю чем причина из-за качества топлива и столкнулся вот с такой проблемы не заводится не так просто не с этим с подсосом то есть выход только один с толкача попробуй чтобы систему как-то продавила но это вообще жесть я не знаю сейчас выкинул историю может кто-то подтянется то толкнем мопед не получилось завести мопед будем толкать будем бежать толкать от этого до самого дома это мать это пиздец чем бывает это еще занимался романтика романтика сто процентов я думаю люди некоторые порадуются поликуют что происходит с мопедом ничего зато прикольно за сколько я думаю тут нужны по травычке побежать по земле романтика вы знаете по пути уже преодолел поэтому это уже рада уже плюс вот он будет еще материалы для для контента как хорошо оба за такая романтика вообще как не хватает какой-то а дальше нас ждет не горочка подъем да это вообще насколько я знаю а вот и наша горочка то о которой я говорил в принципе чтобы вы понимали это у нас не вся она из двух частей это горочка тут людишки как хорошо смотрите как это делать это у нас первое если вам видно там еще и третий подъемчик будет а мы а это просто даже легкий спуск есть обожаю больше половины уже прошли хоть чуть-чуть отдохнуть руки забиваются упор неровно под наклоном карася классно классно чем сказать о как это приятно примерно так наверное себя чувствует эндуро спортсмены которые катаются тоже натягаются наверно мопеда у меня какие свой и кайфуют вот оно наслаждение тема мне спорт двухсмысленно да умеешь кататься умеет толкать сколько поговорок мотоциклетных можно придумать в такой ситуации если бы это зависело еще от датчика топлива нет это все качество топлива поэтому вот так вот ну вот она и финишная прямая ребята надо было засечь сколько я тут с мопедом но поскольку я не шел а трошки бежал то минут 20 это наверняка расти поэтому шутка я уже не буду писать типа разборку всего этого сниму бак поменяю топливный фильтр а там посмотрим в принципе все равно каждый сезон необходимо с нашим-то бензином менять фильтр так что как-то так это вообще нечто вот я поиздевался с фильтром тут отрезал бы у меня там чуть-чуть с выходом не тут десятка и тут десятка должна быть у меня 10 и 6 на замену нового и вот посмотрите что у нас тут вышло вот я распилял мне интересно было что с этим фильтром сейчас я вам покажу это дело и вот смотрим что у нас топливом смотрите же тут внутри такая вот матч мало всякая все это все такое куксики какие-то закоксовыши у нас считает все в баке такое надо вычищать бак я как раз это все сливаю сюда топливо то который у нас было посмотрим заменой нового что произойдет поменяется ну что ребятки попробовала его тут позаводить короче без толку 10 литров бензинчика есть и вот такая вот история уже аккумулятор садится тут дрынькаешь дрынька еще тут уже аккумулятор умер он там что-то под чмой ходит короче нам нужно стал к час толкача у нас нема кого толкать вызвал славентия нашего доброго таксиста сейчас мы короче будем привязывать наверно за ножки вот привяжем здесь за ножку туда потянем и здесь и таким образом попробуем дергнуть только на асфальте вы едем и короче следующий кадр на асфальте сейчас будем тянуть как-то вот попробуем попробуем стал качам еще дожди а может чуть-чуть больше пока до 6 3 вин вообще тут тут а ну чуть-чуть быстрее чуть-чуть так само помедленнее помедленнее но дожди подожди да попробовать встретить стой-стой-стой ууу стохи пla мы пидожди Да-да-да, сейчас надо нагреть, хорошо понял, он же не прогритый нигде. Сейчас я его поставлю на это. Да, прогрит. Воняет бензином. Да, воняет. Я говорю, еле-еле, чтобы он залитый. Давай, пока сниму, я сразу на заправку поеду. Залил и так, чтобы, бля, он башь заедет. Сколько я тебе там скину на карту? Сколько с мен? Короче, ребятки, я поехал на заправочку, туда, куда не люблю ездить. Подзарядил мопед, ну, аккумулятор, тем, что проехался. Вот. И, ну, и залил же топливо, так что уже наверняка как раз одно с другом не вмешало, а наоборот симпатизировало. Вот поэтому и сделали так. Все. Теперь продолжаем писать контент, поэтому подводим какой. Итог. То, что все-таки причина была в топливном фильтре, он разваленный, который я вам уже показывал по хронологии. По факту насос уже качал, делался вакуум, так как система самого фильтра внутри, который сам именно конкретно уже фильтрует. Он уже свою функцию не выполнял. Развалился, пересох. Все, что там было, в принципе, его видели. Грязюка короче пришлось заменить. По итогу я залил свечи. То есть вариант был либо все это разбирать, там снимать бак, снимать фильтр и аж только выкручивать свечи, просушивать их, смотреть, как бы это все долго проще было. Дергнуть, ну или толкнуть. Толкать бы, конечно, устали. С третьей, со второй, я уже не помню, с какой я завелся. По-моему, с третьей кое-как. Прогазовал, прогрел. И, короче, видим результат. То есть, короче, результат топлива говно. Советую менять каждый сезон. Каждый сезон менять топливный фильтр, потому что бензин у нас вообще дерьмо. К сожалению. Друзья, чтобы вы понимали, история на этом не закончилась. Я вот только буквально записывал видео, выезжал в Сласовке, случилась та же самая история. Пришлось опять вызывать Славика. Он меня протащил, наверное, метров 200. Еле завели. В общем, опять пришлось снимать бак, сливать бензин. Вообще, залил совершенно новый бензин, вычистил бак, раскрутил краник. Что я там только не обнаружил в этом баке? Там даже куски, ну, естественно, краски было, герметик был, даже скотч какой-то был. И то я не уверен, что я все вычистил, но то, что мог, я провел какую-то профилактику. Вычистил, залил совершенно новое топливо, попросил его съездить за новым бензином. Совершенно. Вот. Я думаю, все-таки, что свечи не горели. Карбы-то не забиты, а вот эта вся грязюка могла наливать на трубочки, налипать. И могло просто клинить не давать вот этому сгора. В принципе, проблема решена. Давайте я сделаю такую вам заметочку, что делать в случае того, если мотоцикл не заводится. Первое, на что нужно обратить внимание, естественно, завести его с толкача, чтобы не гробить аккумулятор там и так далее. Если уже с толкача не забудется. Мы не смогли там вдвоем, втроем этого сделать. Пришлось машиной тягать. Зацепали за ножку, в моем случае, здесь, крючком. И тащили машиной. В видео вы все, в принципе, видели. Бывало, сразу заводилось. Второй раз появлялась та же проблема. Это, если не решилась проблема, то лезем дальше. То есть, второе, что нужно обратить внимание, это на топливо. То есть, снять шлангу, который к кранику идет, проверить, течет ли отсюда бенз. Если не течет, значит, забитый краник. То есть, нужно мыть бак. То, что, в принципе, делал я. Вымывал все это. Там столько грязи было, вы себе представить не можете. Там был и кусочек скотча, и краска блесшая, и герметик был. Это просто. Все это там налипало, не давало качать бензу. Второе, если все-таки этой причины нет, нужно обратить внимание на свечи. То есть, выкрутить свечи, посмотреть. Если черное, значит, это просто голимое топливо. Его нужно заменить. Если белое, это значит, больше качает воздуха, мало бенза. Это может быть карп. То есть, где-то подсасывает воздух. Или по трубам, по системе смотреть, по трубкам, где бензин. Если же свечи чуть коричневые, есть искра. Проверяйте искру. Она должна быть ярко-синего цвета, четко бить. Ни где-то ни на корпус, ни на сторону. Все. То есть, вам нужно вытащить свечу, присоединить к люльке и на корпус. И посмотреть, подчеркать зажиганием, либо смотря что у вас за мотоцикл, может кикстартером. Следующий момент. Если это не свечи, можно проверить еще бронепровода. Если вообще не будет никакой разницы, там не будет искры. Хоть новая свеча, хоть та свеча, которая стоит. То есть, их нужно проверить под замену. Как их замерить, можно посмотреть в интернете, сколько там будет выдавать. Все. Следующий момент. Также проверить, если все-таки есть бензин, течет, нормальный чистый бак, идет с краника, свеча, искра. Нормальная проверить предохранители. У каждого по-разному. Вот может быть предохранитель здесь, вот как у меня. То есть, обязательно на работоспособность его проверить. Либо же в коробке, там есть и есть, по книжечке посмотрите. Сам насос, если он у вас таковой есть, который качает, тоже проверить на работоспособность. Может это тоже выйти из строя. Но первое, что советую вам делать, это все-таки пробовать завести столкача. Если проблема решена, либо залили полностью его и не смогли завести. То есть, такая история. Либо вот то, что столкнулся я. Все. Вот эта вот вся последовательность, она в описании под видео будет. Вы сможете для себя это чекнуть. И знать, как спасти себя в этой ситуации. То есть, подходит для всех моделей. Все это работает. Ну вот, как-то так. А пока мы ждем сейчас ребят. Может с Кременчуга кто-то приедет такотнем. Чутка. Поехали с девочкой Лерой по колесам смотреть. Посмотреть резину себе на мопед. Что по цене и так далее. То есть, нужно будет подобрать. И... Потому что уже кое-что поприходило интересное новенькое. Нужно переобуться. Передок... Передок у нас очень стерся. Задок еще более-менее. То нужно присмотреть. Присмотреть все-таки. Сезон в разгаре. Май месяц. И как-то нужно быть готовым. Задок еще можно будет подпалить. Но передок по-любому нужно менять. Основной. Короче, ехаем. Ехаем на Кременчуг. Где? На Ослике. Мы тут с девочкой Лерой решили заехать на Ричпорт. Посмотреть в лесе их тут. Наши мото-братья. Мото-сестры. Проедемся тут на нашем Ослике. Поэтому... Пока глядим. Никого нет. Рановато, наверное, конечно. Часа три дня. К вечеру обычно движ. Ну, пару человек что-то есть. Парочку видно. Видно. Видно есть. Боже, что оно не может проехать, решиться. Меня узнали. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не ходит. Ха-ха, я вам говорю. Ваще. Вообще. Честно, я сначала не поверил, а потом... Аша, чисто по приколу. Я за резиной вообще приехал. За резиной? Да. Передок уже стёрся. Привет. Уже конкретно. Ты тоже пиарит уже везде, да? Да. Блин, я в шоке. Надо резина уже лысая совсем. На сегодня BMW 22 года. Какая-то жидкая. Да. Мощь. Прибор я вчера проехал, потому что что-то нереально. Именно не для понтов, понял, как спортивная. То есть, наверное, электронная газулька, да? Да. Уже, да. Ну, конечно. Да, да. Это такой, конечно, аппарат интересный. Красивые нашли, я знаю где. Смотри, где были такие чужие. Цветку такие нужны. Да. Заказал она или колпачки такие сверху. Ага. Блин, у нас такого не найти где нет. Да, конечно. Интересно. Я просто как раз пил этого красного. Как раз балки тебе вообще четко подходит. А что это у тебя за тюнинг такой? Это клетка от предыдущего хозяина. Ага. Он напал. Угу. Я заварил и сейчас ищу краску закрасить. Нормально. Мелочь, а неприятно. Да. Да. Ну да. Ну да. Да. Ну да. А ты вчера не доехал, да? Нет. Я вчера подъезжал. Я твой мод видел с кем-то. Я подъехал. Там никого не было. Возле кафешки. Да. Возле кафешки. Возле кафешки стоял. Я так понял. Там опять куры бомбили. Не стал мешать. Наверное я заехал. Я там пластик приехал. Как раз домой закинул и назад вернулся. Пластик приехал? Да. Обалденно. Я сегодня его подклеил по креплениям. Сразу усилил. Потому что от наших дорог там где фара крепится. А то сверху там два крепежа. Раз и снизу. Сразу эпоксидочкой чуть-чуть подмазал. Думаю пускай. Пускай выше. Посильнее будет. Так что я думаю. У тебя на каве как у меня на Ямахе где-то десятка. Да. Где-то так. А тут 2.5 кататься не могу. Да. Да не ну блин. Я же говорю. Там уже лысая такая. Что поехать сюда можно. А назад можно уже не вернуть. На железках еще докаты лысые. Не ну. Задок то да. А у меня же передок. Понял. Лысый. Передок лысый. Да да да. Его нести будет очень сложно. Поэтому. Задок поменял. А перед не поменял. Ну там еще есть протектора чуть-чуть. Лучше поменять. Угу. Нормально. Сейчас посъезжаются на движуху. Собираем как это. Я заеду когда я уже буду переодетый полностью. На новенькой на черном. Уже черный приедет. Весь черный. Весь черный. Ну бак останется. Голова только белая. Там я его чуть-чуть это. А так весь черный. Уууу. Вообще четкий. Четкий будет мопед. Да. Так что да. Ну что поехали. Может я сегодня еще и психаную и приеду. Еще время. Поведуете и погодка нормально. Может. Это погодка да. Он. Наладилась. Может быть такое чтоб в следующий раз такого не было. Это хорошо. А что это за отман. А что это за отман. Да. Вот такой. А я цепь поехала купила. Она у меня как собля. Забирай. Оуу. У каждого. Приветствую. Приветствую. У каждого. У каждого. У каждого. У каждого. У каждого не ездят. Не. А что подрывается чуть-чуть. Не. Ну со сцепа еду назад. Да. Ну все. На связи тогда. Давай. Ой блять. У вас тут зарубал. Смотри. Погнали. Нашли. Да. На academically. Боже, что делается, блядь? А не в долгий прийде осень Мы уси разбежемся по русификованных местах Лишь вона, лишь вона Сидитиме сумна Будет пить, не пьянити Душевого вона Моя девчонка печаль Моя доля золота Я продолжу кричати Ниж безмежна и пуста А вона, а вона Сидитиме, ой, наше тисня уже Молодець Да Да, и сюда, она вот тут была Ну вот мы забрали покрышечку За 1850 В принципе нормальная 21 год, еще протектор хороший Еще накатаем Передок у нас будет жить дольше Однозначно Поэтому Ехаем на Ласовку Не знаю, когда мы там Это, поставим резину Сегодня выходной Уже, наверное, не успеем Время С понедельника Я думаю уже как раз Чтобы выехать Новеньким Ну, короче, как-то так Даже резину можно взять Тоже по цене В принципе, так же будет Ну, то, что предлагают В интернете Там, блядь 4 тысячи гривен За колесо Передок Или задок Не важно, блядь Бахера А тут вот можно взять Реально За 4 тысячи гривен Комплект И очень хороший Еще Очень хороший Почти сделали его, блядь Вот-вот-вот-вот-вот Эх Мощь Ослик делает вещи Мотобрат Ждал Сзади кого-то Кто-то с ним едет Сзади нас едут Догоняют Догоняют Конечно, блядь Сейчас мы его догоним, блядь Ему там жалко будет Свой мопет, блядь Сейчас, сейчас мы его догоним И ехает Может, хоть ненадолго Взять Ловкостью, блядь Называется А, херушки, блядь Он тоже тут дорогу знает Не возьмешь тут ловкостью, блядь Вот, блин Вот, блин Вот такие Ну что, я сейчас тоже возьму своего дракончика, блядь Ну что, я сейчас тоже возьму своего дракончика, блядь А, херушки, блядь Сейчас он тут разгонит, а пролетит Сто процентов Сто процентов А, херушки, блядь У меня не хочет, что-то странно. Сзади тоже хлопец. На каком-то еле. На город едут, наверное. Чи куда взять? О! Да, вот что. Блядь. Загадаю. Куда они едут все? Точно на город, наверное. Покатушка такая по дороге встретилась. Нам надо же, блин. На своем мопеде не встретишь, а тут на городцах. Тоже какая-то хондачка. Хм, ну все. Ну все, на этот северенем уже. Прикольно. Прикольно. А что не завести столько ща? Ну все. Ну он заводится, но он не едет вообще. А, на Иида. Да. Подержи обороты. Отпускаешь ручку Аза и голову. А обороты есть где подкрутить? Я их на все закрутил уже. А-а-а. Не держи вообще. Ну то есть все. И все не будут поступить. А-а-а. Такие да. Тут что-то с топливом. Что-то с топливом, наверное. Это может быть... Здесь заправимся только. Это на вот этой заправке? Да. Ну. 95-й. Ну значит с топливом. Надо снять бак. Посмотреть, вычистить. Скорее всего грязный. Фильтр, если есть. Короче, надо почистить. Ну да. Ну и на свечу посмотреть. Если... А-а. Ну значит чисто из-за топлива. Бак грязный. Я сам недавно чистил, вычищал бак. Там сколько мачмалы всякой. Поэтому только так. После этого тогда и поедет. А так не. Да. Таня Ван. Парни. Опять такая же история, как и у меня, блядь. Это вообще, блядь. Топливо, говно. Все говно. Я уже думал, что за движ. Куча малышей, блядь. На дороге стоят. А то, оказывается, помощь нужна. Да. Короче, да, ребята. С топливом беда. Иначе никак. Ну что. Подписка, лайк, комментарий. Поделиться с вашими друзьями, близкими, знакомыми. Блин. Если вы не здесь, то вы нигде. Нет. Нет. Брайк, шум. Ставис на хоккани. Да. Круто. Подписка, шум. Подписка, шум. Мы говорим, что ты... Менькие, мельные, блядь. Ублядь. Блядь. Менькие, мельные, мельные, блядь.